сегодня хочу поговорить о том что человек все время ищет счастье давайте рассмотрим что же он подразумевает под этим счастьем в любом случае сразу будет чувствоваться что счастье подразумевает наличие кого-то рядом с собой будь то это коллектив будь то это личные отношения будь то это семья даже поездка даже путешествие всегда кто-то должен быть рядом даже хобби почему потому что в основе всего этого лежит алгоритм и потребность принятия человек хочет быть принятым человек хочет быть нужным человек хочет быть незаменимым а еще он хочет быть избранным и все это человек включает в понятие счастье давайте смотреть если человек встречает другого и чувствует что он нужен ему человек будь то женщина будь то мужчина он она счастлив потому что нужны потому что есть взаимодействие есть контакт есть интимные моменты есть притяжение есть время провождение совместное теперь смотрим ситуацию что-то поменялось этот кого-то встретил встретил кому-то другого и уже по-другому до разворачивается эта картина и ты друг чувствуешь что вчера ты был нужен а сегодня ты не нужен на лицо драма человек срочно пытается компенсировать это и снова ищет другие отношения он находит их естественно может быть сразу может быть с оттяжкой во время но находит и все повторяется снова самое интересное что человек когда идет в какую-то терапию каким-то психологом даже психотерапевта куда он только не идет в эзотерику он пытается найти почему почему ему попадаются не те люди почему у него вот так все складывается что он делает не так и вот ключ который как раз хочу сегодня вскрыть и обсудить он в первую очередь делает не так не к другому человеку а мне так делает самому себе человек не наполненный собой он не может нормально присутствовать в отношениях он хочет что-то получить он хочет что-то привнести таким образом он получает сигнал что он мужа да что у него что-то есть что он наполнил то есть он все время будет в зависимости от внешнего субъекта объекта и рано или поздно он это потеряет и снова начнется драма и так устроена эта иллюзия так устроена вот эта матричная симуляция что человек все время ищет что-то кого-то за пределами себя искать нужно внутри давать нужно себе как часто я говорю я нет не за то чтобы человек не строил отношения я не за то чтобы он был один нет но я и не за то чтобы человек придумывал себе версии концепции какие-то нарциссы газлайтеры и так далее это все полная чушь потому что человек имеет дело с отражательной системы он получает отклик от матричной реальности а кто спросите себя вслух кто является излучателем этого самого отражения и вы придете к ответу что все это находится внутри то есть человек имеет то что он есть сам в себе если он не наполнен он будет проживать ненаполненность если он не нужен себе будет проживать ненужность и как я часто говорю именно из-за ненужности себе человек так предан другому и смотрите какой алгоритм чем больше человеку рядом другому обязательно он будет предан другим то есть его придадут чтобы выстраивать отношения иначе нужно сконтактировать сутью себя нужно познакомиться с этим нужно создать дружеские отношения нужно выйти замуж или жениться и только после этого человек может действительно строить отношения с кем-то вовне но по-другому это не работает поэтому подарите себе себя наполните колодец из которого потом вы можете дать кому-то напиться не делайте так что там все пусто а вам нужен срочно кто-то другой который это вам даст он возьмет за это слишком большую дорогую и тяжелую цену